Объясните, как это попало на место убийства? Как случилось, что следы, найденные рядом с убитым, оставлены вашими сапогами? Молчите? И, наконец, при обыске в вашей комнате был найден нож. Вот этот, спрятанный вами за наличник двери. Не мой, это нож. И не вы его прятали? Не я. Тогда объясните, почему на рукоятке ножа следы ваших пальцев? Вот, снимки, увидите сами. А у меня фотографии не тычки. Сказано, не видел я ножа и точка. Тогда вы можете назвать кого-нибудь, кто подтвердил ваше алиби? Что еще за алиби? Есть у вас свидетели, что во время убийства вы были в другом месте. Нет у меня свидетелей. Ну вот что, Личенко, круг, как говорится, замкнулся. Вы можете врать сколько вам угодно. Но от ответственности вам не уйти. Не уйти, гражданин Олеченко. Ступайте. А что было между Олеченко и этим убитым? Как его? Коршуном? Шершеляфан, как говорят французы. Некая Ирина Пуговкина. Крепкий орешек от Олеченко. Видали, как держится? Расскажите-ка поподробнее. Коршунова обнаружили на второй день. Сначала думали, что он убит там, где его нашли. Но мне удалось установить, что удар был нанесен там. И уже оттуда труп волоком перетащили сюда. А место приблизительно такое же. Зачем он его перетаскивал? Вот это меня поначалу и озадачило. Ну и? Что ну? Олеченко-то молчит, а предполагать что угодно можно? Например? Ну, черт его знает. Попробую разобраться в фантазии убийцы. Может, просто нервы шалили, схватил, потащил. А может, искал, куда труп спрятать. Да кто вспугнул, дорога-то рядом. А вы давно в Приозелске? Четвертый год. А он? Кто? А, Олеченко месяц по путевке комсомола приехал. Комсомолец. Никогда б не подумал, что такой может убить. Задатки, биография. Ну, все, профи. Но факт фактом убил. Да. Улики-то никуда не денешь. Железные. Железные-то они железные. Не слишком много их. И сапоги, и нож, и пуговицы. И квитанция. Ну, словом, вагон. Неопытный вот и вагон. Голова, небось, кругом шла. Шутка ли, товарищи, да ножом. Ну, на какой черт он убитого перетаскивает? А? Знаете, Владимир Алексеевич, еще одна деталь, эдакая, непонятная. При осмотре комнаты Олеченко я обнаружил след на окне. У самой стены есть, но слабый очень. Взгляни. Схожи? Срамоты-то сколь. Тоже. Нашли убийца. Вроде схожи. И размер обуви не Олеченко. А вы давно его знаете? Давно не давно, а знаю. Всяко бывает, мамаш. Пыль есть. След старой не меньше недели. Так вы думаете, инсценировка? Что же с Олеченко? Брать подписку и отпускать? Да. Только не здесь, не в Пензерске. Ну, понимаю. Ну, что ж, пошли. В шесть разговоров с Москвой. Продолжение следует.